так что все будет окей еще секунду все я думаю что можно начинать так еще раз всем привет сегодня мы поговорим об открытых данных и вопрос меня говорить погромче или потише потому что я вот не очень наверно потише да так хорошо и сегодня мы поговорим об открытых данных что это такое как используя своих проектах если кто-то не слышал о них это будет вообще очень интересно для тех кто в курсе что такое открытые данные возможно тоже будет что-то полезное надеюсь поэтому давайте начнем для начала хочу сказать спасибо нашему партнеру это фонд focus media фонд социального развития охрана здоровья за предоставленную площадку они делают действительно хорошие дела поэтому можете зайти на их сайт посмотреть пару слов о себе я работаю в теплице социальных технологий если кто не знает мы общественно образовательный проект на базе некоммерческой организации агентства социальной информации это такое название и основная наша цель это связь с айти сектора и некоммерческого сектора и мы просто знакомим их и пытаемся с помощью мероприятий и различной информации как бы сделала так чтобы некоммерческий сектор подтянулся и начал использовать интернет и современные технологии для своих каких-то задач я являюсь вент редактором то есть если у вас есть какие-то там предложения по поводу мероприятий это ко мне также я делаю видео уроки такие небольшие видео на которых я сейчас еще расскажу и вот мой мейл есть прямой то есть если вы хотите задать мне какой-то вопрос вы можете напрямую мне это написать я с радостью отвечу на видео уроки до презентация значит будет выложена все картинки кликабельная в pdf и то есть просто ссылка нет но если вы нажмете вы перейдете по ссылке видео уроки ли онлайн уроки это такие небольшие видео где я рассказываю о том как пользоваться тем или иным сервисом или услугой по сути да в основном это онлайн сервисы и они предназначены для того чтобы сделать вашу работу более эффективной и быстрой и возможно вы для себя можете открыть что-то новое сделать своей организации опять же что-то новое и полезное так же вебинары как уже кто-то спросил да мы записываем и я потом это выкладываю на youtube поэтому вы можете смотреть там в принципе если ну к сожалению там не самого начала они до того в принципе все вебинары можно найти на нашем сайте вкладка мероприятия вебинары там есть как бы все пост релиза поэтому можете посмотреть если что-то интересное найдете тоже будет здорово я просто говорю быстро потому что я хочу успеть все сегодня вот поэтому по времени это займет примерно где-то час и я надеюсь что мы успеем да и так план сегодняшнего вебинара это сказать о том что такое открытые данные где их вообще найти как скачать потом рассказать о тех примерах которые сегодня существуют на основе открытых данных и попытаться просто взять и сделать что-то простенькое и ну что это действительно на самом деле реально это все достаточно несложно и мы сегодня все таки будем говорить о визуализации на карте то есть понятно что открытые данные можно использовать в приложениях в мобильных приложениях в любых других сервисах но как самый простой пример для того чтобы понять как использовать можно говорить о том как используют сервисы по визуализации данных на карте предыдущий вебинар был я наверное вам даже сейчас нет не сейчас ну то есть вы можете зайти просто на наш канал youtube и посмотреть предыдущий предпоследний вебинар как раз я рассказывал о сервисе об одном карте db и собственно он предназначен для визуализации данных на карте сегодня тоже немножко еще попробуем это сделать суть понятна так что давайте поедем уже вперед и открытые данные и вопрос первые что это такое давайте я вам задам вопрос а вы просто ответьте те кто знает что такое открытые данные и когда-либо сталкивался с этим поставьте там плюсики или какой-то знак я надеюсь что среди вас есть такие люди так странно что кстати не пишется количество участников то есть не очень понятно кто из вас ну хорошо ладно один человек из всех значит такое открытые данные окей два человека три человека ольга что-то да да правильно окей то есть кто-то слышал кто-то не слышал но и отлично собственно для этого наш вебинар и нужен читать все не буду естественно просто расскажу и так если посмотреть на википедии и посмотреть что такое открытые данные там значит говорится вот о чем что открытые данные это от английского open data это такая концепция по которой определенные данные должны быть свободно доступны для того чтобы их можно было использовать без ограничения авторского права по патентам или других механизмов контроля то есть все эти данные должны быть в свободном доступе и в законном свободном доступе и если какой-то набор данных не является общественным достоянием либо связан на лицензии то он не считается открытым даже если он выложен то есть если кто-то просто взял собрал данные незаконные и выложил в интернет это совершенно не значит что эти данные открытые поэтому когда вы будете искать какие-то данные и захотите их использовать в своем проекте пожалуйста обращайтесь на это внимание это очень важно чтобы потом у вас просто не было проблем с каким-то авторскими правами и так далее то есть вот на это нужно очень сильно обращать внимание также на другом ресурсе открытые данные россии есть другая немножко как бы формулировка и она больше говорит о том что открытые данные это та информация которая создается государственными органами или которая поступает в органы организации и которая подлежит размещению в интернете формате который позволяет использовать без изменения человеком то есть машиночитаемый формат что это значит это говорит о том что вы скачиваете данные в виде таблицы потом загружаете куда-то либо что-то с ними делаете но вы не имеете права менять значение то есть вы не можете подбить таблицы например там прибавить к значению какие-то числа или еще что-то то есть вы можете изменить формат в том смысле что например там у вас есть таблицы да у вас есть данные если иногда бывает так что типы данных в столбцах например не соответствует действительности ну например это если это число да просто типа данных например это обычные там строки то естественно это неправильно нужно просто это изменить вот это менять можно но вы ни в коем случае не имеете права вносить изменение в сами данные поэтому это очень важно. И это называется машиночитаемым форматом, и, соответственно, все это можно использовать в любых целях, соответствующих законам. И если говорить вот совсем просто, да, то открытые данные — это информация, которая создается в основном госорганами и публикуется в виде машиночитаемых форматов. Форматы — это разрешение файлов, в основном это таблица, и формат следующий — это CSV, это XML, это JSON, ODS и так далее. Ну, вот, в принципе, четырех, даже первых трех достаточно, и вы, в принципе, везде будете видеть именно эти форматы. И открытые данные являются своего рода основой для большинства социально значимых и общественно полезных проектов. Что это значит? Так как, например, у государства в основном есть очень много полезных для населения данных, которые они в принципе собирают, либо используют каким-то образом, но в основном это какие-то таблицы, либо они просто собираются где-то на сайтах. Ну, то есть, доступ к ним совершенно неудобен, непонятен, неизвестно, что с ним делать. Ну, как простой пример, да, то есть, например, список городских поликлиник города Москвы. То есть, понятно, что... Top Hotels... Сейчас я отвечу. То есть, понятно, что, например, вы можете найти там список поликлиник в Москве, да, но это будет просто список, и вы совершенно не будете понимать, а как это близко от вас или не близко, то есть, ну, как бы вопрос вот такой. Поэтому вот такие данные, они действительно полезны, и если просто вы возьмете и поищете какие-то интересные данные, которые есть в таблицах, но которые никак не визуализированы, например, но которые точно будут полезны людям, да, и вы сделаете на основе этого свой ресурс, то есть сервис, по сути, вы сделаете очень полезное дело, и им будет пользоваться очень большое количество людей. Поэтому вот именно касательно социально значимых и общественно значимых проектов, вот открытые данные это большой прям плюс, ну, потому что действительно это большая возможность как-то сделать информацию доступной для людей. Сейчас мы посмотрим, что Андрей нам сказал. Андрей партили Top Hotels, и вызовы размещали на своих площадках, они взомтились, решили не доказать. Видео только... А видео и нет пока, потому что мы все дружно смотрим на презентацию, я думаю, что там очень интересно. Вот. А видео будет потом в мой экран. Так что вот так. С этим понятно, да? То есть что такое открытые данные, наверное, все поняли. Или есть вопросы какие-то? Да, запись будет. Сможете посмотреть. Итак, если есть какие-то вопросы, давайте зададим сейчас по поводу, что такое открытые данные. Если нет, двигаемся дальше. Как я вижу, вопросов нет. Двигаемся дальше, и тогда, значит, вопрос, где найти открытые данные? Еще раз, значит, открытые данные это все-таки узаконенные, правильные, свободные от лицензии данные, и для этого существуют определенные ресурсы. Вы, конечно, можете собрать сами данные, как вот Андрей написал, парсить, то есть это сбор данных. Это частично неправильно, то есть, условно говоря, вся та информация, которая размещается в интернете, в принципе, она доступна для людей, вы можете использовать в своих проектах, потому что она уже выложена в интернете. Но насколько правомерно это использовать в своих проектах, это неправильно. Поэтому мы будем сегодня говорить о правомерном использовании и правомерных ресурсах, которые позволяют скачивать правильные данные. И существуют такие ресурсы, например, как, во-первых, хочу сказать, что вначале я покажу две подборки, которые мы делали на своем сайте. Это первое, это 16 официальных порталов, где можно найти открытые данные. Тут в большинстве своем это такие государственные данные, но они действительно очень полезны. То есть, вы можете зайти, нажав на картинку, вы можете туда зайти и посмотреть вообще, о чем идет речь и что это за ресурсы. Софья пока спрашивает, а я пока прочитаю. Значит, приложение, которое мы разрабатываем, нужно будет проверять номера удостоверения инвалидов. Эти данные есть в доступе? Я думаю, что вряд ли, потому что это личные данные. То же самое, что спросить, а есть ли в общем доступе данные о номерах паспортов жителей Москвы. Это конфиденциальная информация, которая там, как бы, мне кажется, что нет. Переходим дальше. И второй, значит, вторая подборка, которую у нас, это делала Ирина Раченко. Для проекта журналистик данных она сделала подборку российских государственных порталов открытых данных, которые можно скачать. Значит, в чем суть? Так как мы живем в Российской Федерации, у нас это Федерация. Это что значит? У нас очень много частей в нашей стране, где государственное направление немножко отличается, и в каждой Федерации есть свои правила, есть свои органы, которые там ответственны за какие-то ресурсы, например, поэтому существуют различные типы порталов открытых данных, например, Москвы, Санкт-Петербурга, других городов и округов или краев. Поэтому это очень важно, например, если вы хотите найти именно в своем округе или в своем городе открытые данные и посмотреть, какие существуют. То есть искать будет намного проще именно в локальных каких-то сначала порталах, и если там нет, то можно уже поискать на каком-то общем. С этим понятно, двигаемся дальше. Итак, один из основных порталов открытых данных он называется The Hub of Data и Hub Открытых Данных. И просто это такой ресурс, который собирает открытые данные, условно говоря, каталог и хранилище открытых данных. Вы можете туда зайти, посмотреть пакеты данных, которые существуют. Условно говоря, для понимания простого, что такое пакеты данных, это просто файлы, которые вы можете скачать, это файлы таблиц. И также, в принципе, они разбиты по типам, вы можете посмотреть, и это, в принципе, достаточно просто. Более подробно я просто на примере одного ресурса покажу, что это такое, а сейчас я просто буду говорить о том, какие все существуют. Следующее, если касательно Москвы, то есть у нас такой ресурс datamos.ru Это портал открытых данных правительства Москвы. Здесь существует также очень много наборов данных и, соответственно, приложений, построенных на них. Для понимания тоже, скорее всего, покажу примеры. Значит, если вы хотите найти какие-то открытые данные касательно именно Москвы, по региональному как бы критерию тогда, в принципе, это наилучший такой вариант для поиска этих данных. И вот этот портал data.go.ru это портал открытых данных России. На мой взгляд, он самый обширный, самый большой, сейчас самый полный и предоставляет, на самом деле, очень много наборов данных и он, в принципе, является самым крупным. Вот на примере его мы сейчас посмотрим. здесь очень много действительно всего. Вы можете посмотреть вообще описание, понять вообще, что это такое. То есть, в принципе, единая точка входа может быть здесь. Вы можете для начала просто изучить этот ресурс и посмотреть, что это такое. Елена пишет, что, к сожалению, в открытый доступ попадают в панель личные данные. Дом, адрес, дата рождения. Вот пример по Ивановым, Москве. Ну, что касается дома, адреса и дата рождения, если это привязано к вашему имени, например, то это... То есть, понимаете, тут есть разные критерии оценки, что есть хорошо, что есть плохо. Просто нужно понимать, что есть понятие такого конфиденциальных данных, когда, по сути, вас могут найти. Это одно. А второе, по сути, что могут вас использовать, то есть, ваши личные данные, использовать в каких-то других целях, а не правомерных. Вот это уже плохо. Зарубежные данные искать. Ну, вот тоже можно... Да, ну, в принципе, я могу показать, но, как бы, я думаю, что нет смысла. Смотря какой набор вам данных нужен по миру, вы, в принципе, так же набираете там Open Data. Ну, в общем, напомните мне буквально через несколько минут, когда я буду показывать, это я, наверное, просто попытаюсь так же найти. То есть, я не являюсь специалистом открытых данных, да, я просто показываю вам срез знаний, которые существуют по теме открытых данных. Поэтому это показывает, что любой человек, такой же, как и я, может просто взять, вбить информацию, поискать, и, собственно, это не так сложно, это не супер что-то гениальное. Окей, с этим понятно. Примеры использования открытых данных и, собственно, действительно, для чего же они нужны, то есть, что с помощью них можно сделать. Более подобного вы потом можете пощелкать просто в презентации и перейти на сайты, и это очень удобно, я просто не хочу останавливаться на этом, чтобы не тратить время. сервис openseller.ru, который начинался из хакатона, одного из хакатонов теплицы, и что же он говорит? Значит, просто ребята взяли, значит, и сделали такой сервис, который показывает средние зарплаты, ну, единственное, что он, наверное, давно не обновлялся, там, вот, как вы видите, за ноябрь 2013 года. Суть сервиса в чем? Просто взяли данные на портале открытых данных и просто выложили сравнительные цифры зарплат учителей в России. И вопрос, да, вот первый вопрос, а зачем вообще это нужно? Ну, окей, да, я пришел там на этот ресурс, посмотрел, да, действительно, разные зарплаты. Но не все так просто, и есть большой, как бы, такой бонус в этом сервисе, что человек, любой человек, учитель, он может зайти на этот ресурс и посмотреть, насколько его зарплата отличается от средней зарплаты. То есть, есть определенные нормы, да, по которым, если человек заходит на этот ресурс и видит, что на самом-то деле в его регионе, например, средняя зарплата выше, то он напрямую действительно может задать вопрос своему руководству, по какую причине он получает меньше. То есть, вот этот ресурс позволяет именно сделать вот именно это. И по сути, все такие вот сервисы, которые основаны на открытых данных, они, как я уже часто говорю про инфографику и про визуализацию данных вообще, основная цель это дать дополнительную информацию человеку, которая недоступна была, да, дать какие-то знания и заставить, ну, даже не заставить, а показать ему возможности делать выводы самостоятельно по какой-то теме. Вот он видит что-то, да, и не надо говорить, что это плохо или хорошо, человек сам поймет и сделает определенные выводы. Вот это важно и вот это нужно тоже иметь в виду, когда вы будете использовать это. Так, что тут написали, сейчас почитаем. по заграничным ресурсам, да, 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 да. Андрей, по забежному смыслу дайте ссылку, пожалуйста, на объект. Да, окей, ну, то есть вы, конечно, можете между собой общаться, это здорово. Дальше. Второй ресурс, который, как пример, например, это карта износа домов, это в Перми, и этот проект был одним из лучших на Хакатоне в Перми, который прошел в конце февраля, который проводил цепи социальных технологий, и вот, собственно, простая идея. Они просто так же нашли открытые данные в Перми по состоянию домов, по инфраструктуре, и просто взяли, визуализировали и получили вот такой сервис. По сути, реализация достаточно простая, но смысл очень понятен. Тут на карте изображены дома, и можно, например, найти свой дом и посмотреть, когда он был построен, в соответствии с нормами, когда должен быть капитальный ремонт, вообще, что с ним происходит, будет ли сносить, или так далее. Вот эта информация важная, и, по сути, если бы не было такого сервиса в Перми, то, ну, наверное, было бы сложно вообще узнать бы об этом. Соответственно, вы можете так же локально сделать такой сервис у себя, в городе, вы можете сделать что-то еще подобное. то есть, идея достаточно, как бы, простая. Давайте перейдем дальше, и еще один из сервисов, это Росправосудие, Атлас правосудия, так называемый. Ну, мне кажется, все его знают, если не знают, вы можете так же перейти почитать. Это интерактивная карта, которая показывает очень много информации о судебной системе в России, и, как вы видите, вопросы, которые там можно посмотреть, следующее. Например, кого чаще всего осуждают, какие преступления совершаются чаще всего, какие назначаются наказания, в каком статусе все это, как долго, какие документы, вот это все отображено на карте, и это все интерактивно, и можно нажать, почитать, посмотреть. И, ну, наверное, в большинстве своем люди, когда они сталкивались с такими проблемами или ситуациями, они считают, что, в принципе, это невозможно или не нужно, а вот, когда вам интересно будет конкретный кейс, например, про судебную систему, то вот нет лучшего помощника, чем этот ресурс, потому что перелопачивать там большое количество информации в интернете, какие-то статьи, какие-то обзоры, это очень сложно, а здесь все интерактивно и достаточно просто. Следующий сервис это Nova Citizen, то есть, это просто городской портал, который построен на основе данных, и, ну, наверное, не совсем правильно это не считается открытыми данными, но тем не менее, то есть, сейчас просто сформулирую мысль, о чем я хотел сказать, что давайте разграничим сразу, да, что понятие открытых данных это когда какая-то организация собирает свои данные и выкладывает это в открытый доступ. По сути, реализация может быть несколько другой, да, то есть, вот, визуализировать данные на карте вы можете по-другому, то есть, как построен, например, сервис сердит и гражданин, когда каждый человек может подать информацию о какой-то проблеме в городе и нанести эту информацию на, например, карту. По сути, это что-то похоже, но это не совсем открытые данные, поэтому давайте для понимания будем считать, что открытые данные это все-таки то, когда мы используем именно табличные данные и визуализируем их, или делаем с ними что угодно, то есть, когда уже набор данных существует, то есть, мы не вносим туда никаких изменений, мы можем дополнять, ну, другими словами, обновлять эти данные, вот, но, то есть, это немножко разное. Так, я смотрю, у вас тут такая интерактивная переписка пошла, да, мне тоже тогда пришлите, а что вы хотите прислать? Ну, на самом деле, да, я, кстати, тоже свою почту напишу, если мне вышлите, я просто это включу в анонс, в пост-релиз, и тогда все смогут прочитать. Еще один сервис, это пример вообще очень классный, как раз используем карты ДБ, это того ресурса, с помощью которого можно визуализировать данные, использовать открытые данные, это, например, карта загрязнения воздуха в мире, и, как мы видим, желтая это самая классная ситуация, черная это самая плохая, и, как мы видим, что, во-первых, в соответствии с различными годами, но в 2012 году мы где-то в серединке находимся, поэтому это тоже очень полезные вещи, которые, в принципе, было бы сложно найти, но, так как данные существуют, можно просто визуализировать это на карте, и, пожалуйста, все получится. Где еще можно посмотреть примеры визуализации данных, именно открытых данных, и, там, тех сервисов, которые были созданы на основе этого, можно зайти вот на карту ДБ, есть у них Map Gallery, в принципе, некоторые из них, я не знаю, видно вам или нет, просто тут разбиты по наборам, там, например, можно посмотреть какие-то примеры в здравоохранении, в некоммерческих организациях, какие-то вещи, связанные с недвижимостью, либо, например, с правительством, либо с ресурсами, поэтому тоже будет полезно просто посмотреть, каким образом и что там визуализируют. Итак, давайте не отвлекаться, в общем, я надеюсь, что там все написали, кто хотел, теперь двигаемся дальше. Значит, открытые данные и как использовать для своего проекта и, собственно, что с ними делать, и, как я уже говорил, так как самый простой вариант показать это с помощью карт, то есть, если мы берем какие-то определенные данные, в которых есть информация по геолокации, какие-то точки, еще что-то, тогда самый простой вариант это вот использовать именно сервис по визуализации таких данных и нанести все эти данные на карту. Давайте посмотрим, как это получается, а для начала просто вот пять шагов, как используются открытые данные, как создать свой сервис на основе открытых данных. Ну, вообще, на самом деле, таким простым языком действительно все намного серьезнее. Так, а Евгений что-то спросил, или вы там так, 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 да, Евгения спросила, как можно понять, что данный источник распространяет открытые данные и легитимность информации? Хороший вопрос, я на него отвечу, когда мы перейдем на портал открытых данных и я покажу, как это все выглядит. Таким образом, вы поймете, как это вот есть. Как подписаться на пост-релиз? Никак, зайти на наш сайт теплицы и посмотреть его, или если вы регистрировались, то теоретически вы можете получить его, но, скорее всего, вы просто увидите запись в видео, полную видеозапись в плейлисте на YouTube, а ссылка на плейлист в начале этой презентации. Вот и все. То есть, вы можете просто зайти буквально через день и там все будет. Итак, самые простые шаги, как использовать и как сделать сервис на основе открытых данных. Первый, как не банально это звучит, это выбрать открытые данные. Что это значит? Во-первых, вы сначала должны понять, какую проблему вы хотите решить. Вот конкретно какую проблему. Вот мне кажется, это самый такой правильный подход, когда для начала вы определяете проблему и потом предлагаете решение. А не наоборот, когда у вас есть решение, вы думаете, так, интересно, какую проблему с помощью этого решения я могу как бы применить. Поэтому в первую очередь вы должны понять проблему. Если у вас есть, например, какие-то идеи, вы можете посоветоваться с своими друзьями, посмотреть, выяснить, действительно ли есть такая проблема, потом поискать в интернете. Если вы не нашли что-то подобного, например, или нашли, но не в своем регионе, вы можете сделать это, если это действительно нужно. Поэтому, когда вы уже определили, значит, проблему, вы делаете следующее. Вы ищите открытые данные. Ну, условно говоря, то есть вы должны понимать, в каком контексте вообще искать. Конечно же, может быть, немножко подход другой, когда вот сейчас мы перейдем на сайт, и мы увидим, что действительно много интересных данных, и было бы классно сделать какой-нибудь сервис. Но вопрос в другом, а действительно ли он нужен, потому что, если как бы есть информация, не факт, что она будет востребована. Второй пункт, самый тоже простой, взять и скачать эти данные, это делается как... Ну, это очень просто. То есть, ну, как бы ничего не надо, даже практически не надо регистрироваться. Единственное, что перед тем, как скачать, как правильно я написал Евгения, нужно понять, на каких основаниях вы можете использовать эти данные. Желательно это вообще прочесть. Потому что, если вы как бы, ну, просто взяли, скачали и забыли, да, и желательно вы должны как бы еще и сохранить, наверное, источник и указать его желательно. То есть, например, когда вы делаете сервис или карту, вы можете с легкостью указать внизу источник. Почему нет? Потому что, во-первых, это важно не только для пользователей, но и для вас самих. Это просто для того, чтобы вы не забыли. И, во-вторых, нужно понимать, что данные обновляются, и вам, по сути, если вы создаете ресурс, данные нужно обновлять в том числе. Дальше. Значит, когда вы выбрали и скачали данные, следующий пункт это выбрать инструмент, если мы говорим, например, о каких-то геолокационных данных. Если вы хотите использовать данные там в своем проекте, это немножко другое. то есть, здесь мы говорим конкретно о визуализации данных на карте. Естественно, что инструментов много, я уже несколько из них описывал. Здесь и карта DB, это очень такой действительно хороший сервис. В принципе, он бесплатен, но там есть ограничения на количество данных в качестве таблицы, имеется в виду. Также вы можете сделать мои карты Google, они прямо так и называются мои карты Google. Там можно создавать данные, визуализировать данные. Также есть другие ресурсы. Ну, то есть, не надо считать, что существует только Google Maps и Яндекс.Мапс, и с ними как-то можно работать, и больше ничего нет. Есть еще OpenStreetMap. Есть реально очень большое количество ресурсов, просто нужно подобрать под себя и понять, как бы ваши потребности, для чего вообще вы хотите это сделать. И следующее, естественно, это просто взять и сделать, то есть, взять и поработать с этими данными, посмотреть, как лучше их отобразить и сравнить. То есть, опять же, нужно в голове иметь следующие мысли. Вы, во-первых, должны понять, как я уже говорил, к чему вообще вы хотите подвести ваших пользователей. Хотите ли вы, или просто дать информацию какую-то дополнительную, либо навести их на какой-то вывод. И пятое, это получить результат. То есть, если мы говорим об общественно важных каких-то проблемах, либо о социальных проектах, то все, что вы сделаете до того момента, когда вы будете начинать думать о монетизации, это первое, это social impact, это социальный вклад. Это то, что вы вносите в сообщество и в общество, да, когда вы помогаете другим людям каким-то образом, ну, в принципе, по сути, это ничего вам может не стоить вообще, кроме вашего времени. Вы можете сделать классный ресурс буквально там за два дня и вы затратите только два дня, больше ничего. Поэтому, конечно же, возможно, нужно думать о монетизации, но в первую очередь вы должны понимать, что с помощью таких ресурсов и открытых данных вы можете сделать решение для какой-то общественно важной проблемы или задачи. Андрей спрашивает, Алексей, как отыскивать эти данные с геоприязкой на тех же порталах, о которых вы сказали, именно так, потому что сейчас мы как раз перейдем и там будет понятно, что с этим делать. Это скрин, просто на самом деле есть Google таблицы, называется сводная таблица Google, они позволяют также визуализировать данные из CSV файлов и они называются Fusion Tables, но почему-то у них нет основного ресурса и вообще оказывается, что это экспериментальное приложение Google, но тем не менее оно хорошо работает по сути, поэтому если вы пользуетесь активно Google, вы можете в своем драйве просто создать так же, как Excel таблицу, вы можете создать сводную таблицу и визуализировать там данные. Это очень просто и я сейчас даже посмотрю, сколько времени у нас, еще времени есть, отлично, я, наверное, сейчас просто быстро это покажу, то есть, ну, как бы вообще ничего не стоит. и карта ДБ, я просто, вот сейчас мы очень много, как бы я делаю видеоуроки об этом, потому что это действительно хороший сервис и просто, вот, наверное, ну, моя рекомендация вот его использовать. Хотя он не такой простой, не русскоязычный, но, вот, действительно классный. Ну, опять же, есть другие. и давайте мы создадим сервис, это громко сказано сервис. Давайте попробуем что-то сделать, и изначально я там попытаюсь что-то показать. Так, теперь мне нужно включить свой экран, сейчас я еще пойму, как это сделать. Действительно, как это сделать. Если кто-то знает, как это сделать, можете мне сказать. Ну, точнее написать. Так, так, так. Все, я понял. По-моему, я нашел. Так. Вот, если я сейчас переключусь на другой экран, вы, по сути, в окошке, где вы видели презентацию, должны видеть мой экран. Ну, то есть, браузер. Если вы видите, то нажмите ОК там, или что-нибудь, чтобы я видел, что все ОК. Да, и, наверное, вы можете развернуть полный экран, просто я буду возвращаться туда-обратно, чтобы смотреть, если что-то не так, но в основном я буду там. Вот, поэтому продолжаем. Так, и у меня есть такая небольшая подсказочка. Давайте мы начнем с чего мы начнем. Ну, давайте мы начнем хотя бы с того, что со сводных таблиц. То есть, условно говоря, если у вас есть открытые данные, у вас есть Google, вы пользуетесь им активно, и вам надо визуализировать данные на карте, то есть, условно говоря, вы собрали какие-то данные или вы скачали, и вот я просто покажу быстрый инструмент. То есть, вы нажимаете сюда, и в основном у вас может быть не подключена Google сводная таблица, но это не беда, потому что вы можете нажать плюсик, подключить другие приложения и здесь выбрать сводные таблицы. Когда вы это сделаете, у вас в списке появится название Google сводная таблица, вы нажимаете, и открывается таблица, которая позволяет вам сделать следующее. Опять же, я делал вебинар по этому поводу, вы можете посмотреть, но просто в двух шагах я просто покажу. То есть, вот я сейчас визуализирую данные о том, кто участвовал в... кто зарегистрировался на этот вебинар. Естественно, что я не буду показывать эти данные, я просто нанесу точки на карту и покажу, из каких городов эти люди. Двигаемся дальше, и буквально это занимает просто какой-то там несколько секунд, и как бы данные загружаются, и если я перехожу на мэпс, то выглядит это вот так. То есть, сейчас буквально там пару секунд, и мы увидим метки на карте. Это, наверное, один из самых простых таких ресурсов, но не самый удобный, наверное. Ну, просто как пример мне все-таки хочется показать, как это делается. да, как-то очень долго все это грозится, но немножко терпения, и все будет отлично. Как видите, зарегистрировалось 101 человек. Ну, вот это выглядит вот так, то есть у вас есть карта, и появились какие-то метки, которые вы можете поменять, и сделать с ними что-то, и ну, то есть вот самый простой вариант, самый простой, то есть механизм. Давайте я это закрою. Анастасия видит себя, ну, как отлично. Так, и двигаемся дальше, да. Давайте тогда пройдемся по открытым данным и посмотрим. Ну, давайте, наверное, начнем вот с конечного, с важного самого, и посмотрим вообще, что это такое, как это вообще. То есть так, портал открытых данных России, он действительно очень обширный, вы сюда заходите, видите много чего. Есть данные, это наборы данных. Кстати, их сразу можно посмотреть на карте, как примерно это выглядит. Это даже очень полезно тогда, когда нужно понять вообще, есть ли там геолокационные данные, как кто-то сейчас спрашивал, или нет. Также можно посмотреть организации, которые предоставляют эти данные. Также можно посмотреть тематику, например, да, в соответствии с которой вы ищете эти данные. Например, вы ищете данные о здоровье, либо о строительстве, либо о культуре и так далее. Вы можете посмотреть именно касательно разработчикам, а также вы можете там нажать на справку и просто посмотреть вообще общую информацию о портале, что вообще такое открытые данные, глоссарий и так далее. То есть вот в принципе это такая единая тачка входа, можете сюда войти и посмотреть. Полезные ссылки. Пожалуйста, очень все просто, достаточно понятно, сайт лаконично сделан. В принципе, мне нравится. теперь, когда мы переходим, ну давайте, я не знаю, в тему войдем и посмотрим, не знаю, безопасность, ну не суть, то есть выглядит это следующим образом, да, когда вы открываете какие-то тематики, вы можете смотреть какие-то обновления, новости, какие-то конкурсы и так далее, потому что часто, например, выкладываются какие-то данные и проводятся конкурсы по реализации этих данных и применению в открытых данных, ой, применению в своих приложениях, прошу прощения. То есть, просто можно тут поискать, посмотреть, это интересно. А касательно самих наборов данных, вы переходите в раздел данные и набор данных и здесь выглядит это следующим образом. Во-первых, есть различные форматы, вы можете поискать по тем форматам, которые вам нужны, например, да, если вы учите CSV, как вы понимаете, как я и говорил, что вы видите больше всего наборов данных именно в этом формате, в CSV. Так, я сейчас перейду обратно. Да, запись вебинара будет, все окей. То есть, презентацию вы и скачаете и там есть ссылка на плейлист. Итак, дальше есть опять же тематика, как я уже говорил, да, вы заходите и смотрите. Также есть просто общий список, вы можете посмотреть рекомендованные, ну, не знаю, допустим, давайте мы выберем что-нибудь, ну, я не знаю, государство, раз уж там много всего. состав использован денежных доходных средств. Ну, неважно, вот просто мы сейчас нажимаем и посмотрим вообще, что там есть. То есть, когда вы заходите в каждый набор данных, во-первых, что есть? Есть полная информация о том, во-первых, кто добавил, что за организация, контактные данные, когда это было сделано, какие наборы существуют, паспорт набора. У каждого набора есть понятие паспорта, то есть, это назвали, ну, то есть, можно посмотреть эту таблицу, в принципе, тут все понятно. Как кто-то спрашивал, есть раздел по условию использования набора данных. Пожалуйста, перед тем, как скачивать, обязательно прочитайте это. То есть, это очень важно. То есть, в принципе, есть вся полная информация, которая тут нужна для того, чтобы пользоваться правомерно этими данными. Также вы можете зайти и посмотреть, скачать. Как вы видите, есть несколько типов данных, кодировка и так далее. Иногда бывает несколько наборов данных, вот как вы видите, список версий. То есть, например, если данные обновляются там через какое-то время, там год или полгода, то как бы вот... Вы можете посмотреть, значит, состав данных, как мы видим, заработная плата включает, но геолокационных данных нет. Значит, нам это не подходит, в принципе, сейчас. И вот журнал, это добавление данных, когда было сделано и кем, то есть, как вы видите, можно было посмотреть. Это очень как бы интересно. Давайте тогда вернемся обратно и посмотрим, какие-нибудь данные, которые можно нанести на карту. Ну, допустим, транспорт. То есть, мы переходим в раздел транспорта и посмотрим здесь что-нибудь касательно маршрута мобильных комплексов фиксации нарушений. Входы и выходы вестибюли станции Московского метрополитена. Давайте посмотрим. мне кажется, здесь тоже нет. То есть, вы можете таким образом, ну, просто я так смотрю, потому что я, как бы, не знаю, что я хочу, да, но, тем не менее, можно найти что-то интересное. Давайте посмотрим здоровье. Здоровье всегда есть, вот, например, реестр лицензии на медицинскую деятельность или центральной районной больницы Волгоградской области. Вы, кстати, должны сразу понимать, что тут есть описание, ну, как бы, это касательно не всей России, например, а только какой-то одной области, поэтому, ну, как бы, нужно это иметь в виду. Ну, я не знаю, давайте посмотрим образование. Просто хочу взять какой-нибудь пример, чтобы он был так, ну, как бы, на все. Реестр образовательных учреждений общей связи. Когда мы заходим в этот раздел, так, реестр тоже. Что-то не удается мне очень быстро найти какие-то данные интересные. Давайте просто посмотрим здесь, значит, арендные должники, рейтинг, точнее, реестр. Ладно, давайте зайдем тогда в здоровье и нажмем центральной районной больницы. Ну, я не знаю, просто, как бы. Ну, давайте скачаем. Ну, я нажму вот такой UTF, но это не факт, что это правильно. Так, я сейчас вернусь обратно. Так, можете на будущее запланировать семинар по созданию системы мер по защите персональных данных. Это важно при работе на кого? Да, это же Волгоградская область, да, ну, неважно, мне кажется, на самом деле. Давайте. Так, ладно, Евгений, я отвечу, а про эти... В общем, так, если все-таки мы хотим сделать это касательно всей России, давайте тогда выберем, потому что действительно это неправильно. Так, давайте выберем государство. Все-таки сделаем что-нибудь касательно всего. Министерство... Что это вообще такое? Ну, вот список подведомственных организаций. Давайте тоже скачаем, мы, ну, просто для примера что-нибудь визуализируем. И посмотрим, например, все-таки, может быть, надо войти вот сюда, в карту, потому что, мне кажется, это самый простой вариант. Вот, например, каворкинги Москвы, да, то есть, можно посмотреть почему-то отображение каворкингов в Москве в других местах. Конечно, странно, я не знаю, что это было. Список МФЦ. То есть, как-то не очень правильно все это отображается, тем не менее, вот, можно посмотреть. Окей. В общем, с этим понятно, я надеюсь, да, то есть, все хорошо. То есть, вот, заходите на сайт открытых данных и здесь можно долго-долго-долго провести вообще много времени, чтобы найти то, что вам нужно, но вы найдете, поверьте, потому что, на самом деле, здесь много чего интересного. Итак, давайте теперь перейдем в ресурс карты ДБ. Значит, выглядит это... Я просто уже залогинился, то есть, выглядит ссылка немножко иначе. Давайте я выйду, потом опять залогинись. То есть, выглядит это вот так. Сервис позволяет визуализировать данные на карте, значит, try for free, sign up или логин с помощью социальных сетей. Все достаточно просто, ничего сложного. Значит, когда вы заходите, первое, что вы должны сделать, это загрузить таблицу. Ну, не буду я это удалять. Давайте загрузим на таблицу, которую только что скачали. То есть, во-первых, таблицу можно загрузить с помощью ваших облачных аккаунтов, прямой ссылки на файл, либо выбрать файл. Вот я выберу файл, который я сейчас скачал. А какой я сейчас скачал? Действительно, какой я сейчас скачал? Ну, наверное, этот. Не важно. Сейчас посмотрим, подгрузится он или нет, потому что не всегда правомерно, ну, в смысле, не правомерно, а правильно отображается. Суть в том, что когда вы загрузили данные, вот у вас, пожалуйста, данные. Но тут может возникнуть вопрос в следующем, что у вас адрес написан на русском языке. Ну, давайте попробуем изменить. Как вы видите, типы просто нужно поменять. Геореференс и адрес объекта. То есть нужно просто внести ясность в понимание таблицы, что это как бы геолокационные данные. Так, сейчас. Это у нас адрес объекта. Ну, я не знаю. Наверное, вот так. Просто это англоязычный сервис, возможно, он не будет цеплять правильно, но нужно просто поработать с этим немножко. No Rosewood. Так, хорошо. В общем, давайте, ну, я не знаю, загрузим еще какую-нибудь таблицу. Сейчас я вернусь. Максимально бесплатный. А он бесплатный. Карта ДБ бесплатный. У него есть платные просто версии, но как бы он в основном бесплатный. то есть это достаточно для того, чтобы работать. Я все-таки хочу скачать что-нибудь интересное. Так, хорошо. Виолетта, ну, спасибо, конечно. Да, я готовлюсь. Давайте посмотрим на примере просто данных, которые вы видите. Это те люди, которые зарегистрировались на вебинар. и, ну, я просто не... Это вебинар не о том, как создавать карту, да, как использовать открытые данные. Поэтому, как бы, суть тут в другом несколько. То есть, суть в том, чтобы найти те открытые данные и показать вам, что на самом деле это все просто. То есть, открытые данные это часть одна большая, когда вы ищете, да, вы нашли. И, по сути, это, наверное, 80, там, ну, 70% будущего сервиса. Потому что, если правильные данные в хорошем наборе, то вы с ним потом можете делать все, что угодно. и, например, на самом простом тогда примере покажу, что вот люди, которые регистрировались, тот пример, который я показывал в другом сервисе, например, здесь выглядит это так. И этот, как бы, сервис по визуализации данных, он, ну, достаточно хороший тем, что тут очень много подложек. Вы можете менять отображение карты, и это действительно просто все. И нет того привычного нам Гугла, и нет привычного Яндекса. То есть, вы можете делать подложку очень такой интересной. Также очень много настроек. вы можете вывести при каждом, например, нажатии те данные, которые будут отображаться. То есть, когда вы нажимаете, да, у каждой строки данных есть определенный тип, да, например, там, ваше имя. Мы можем, например, там, вывести имя, можем вывести, не знаю, время регистрации, и что-нибудь еще организация, в которой, например, работает. Никаких конфиденциальных данных я не вывожу, поэтому выглядит это следующим образом. Вот мы сделали таким образом, да, и при нажатии, то есть, человек сможет посмотреть, например, как человека зовут, когда он регистрировался, и, как бы, где он работает. И когда вы создали это, вы можете это визуализировать, там, ввести название и создать визуализацию. Визуализация – это немножко другое, ежели просто карту, да, то есть, это то, что вы можете вставить уже непосредственно на свой сайт либо поделиться ссылкой. И здесь действительно возможности много, но, опять же, этот вебинар не об этом ресурсе, это о том, как и где брать и как использовать открытые данные. Поэтому просто покажу, что это очень быстро, и с помощью ссылки вы копируете ссылку, и если вы ее потом откроете, то это будет выглядеть вот так. Вы должны иметь в виду, что все данные, которые здесь отображаются в этом сервисе, будут видны. То есть, во-первых, вся информация, с которой здесь есть, человек может нажать. И, во-вторых, тут важно вот что, что есть информация о том, кто создал, на основе какого датасета, то есть, на основе каких данных. Также тут можно прокомментировать и многое другое. И это важно понимать, что те данные, которые вы использовали, они будут доступны всем. То есть, нажимая на это, я вижу этот датасет, я могу посмотреть его. Вот, я сделал сейчас неправомерный, и я должен убрать эту, как бы, публикацию, потому что там есть конфисиционные данные. Но когда вы делаете это общее, как бы, публикацию, да, и делаете карту доступной, вы должны понимать, что там не должно быть таких данных. Поэтому я сейчас просто это быстро удалю, чтобы вы не беспокоились, и тогда продолжим. То есть, я удаляю визуализацию, и все, у меня остается только датасет, который, в принципе, я тоже могу удалить. все. Переходим тогда дальше. Open Data School. Угу. Да. Так, давайте я посмотрю свою подсказочку, и посмотрим, наверное, на время. Да, хотел бы вот еще перейти сюда и показать вам, например, список приложений, которые были созданы на основе открытых данных. Правительство Москвы проводило хакатон в прошлом году, и, как вы видите, можно посмотреть результаты. Сейчас. Это именно хакатон, который был создан именно для того, чтобы были разработаны приложения на основе открытых данных. И вот те результаты, которые вы можете посмотреть, это Citigrame, это приложение, это sharing, ну, то есть, просто я могу вам дать ссылку, вы можете просто более подробно почитать, посмотреть вообще, что создают люди и как они используют это и как бы для чего. Вот по музеям и так далее. То есть, просто делать интерактивное приложение, где можно отобразить все музеи, например. Также скину. Я не пользуюсь W, я вот пользуюсь только сводными таблицами и карты ДБА в основном. Рассылка данных, Анастасия, что вы имеете в виду? Я не знаю. Да, запись будет. Ну, в принципе, вот все, что я хотел сказать, я сказал, то есть, наверное, понимание вам пришло о том, что такое открытые данные, да, вопрос, какие ресурсы использовать, это совсем другой уже вопрос, но тем не менее, вот, резюмируя все, я хочу сказать следующее, что первое, вы должны просто понять, какую проблему вы хотите решить, второе, скачивать данные только на тех ресурсах, которые действительно, они как бы позволяют это делать правомерно, перед этим обязательно нужно посмотреть условия использования этих данных, посмотреть версии, обязательно желательно указать источник. Полезные ссылки или может быть презентация? Да, презентацию можно будет скачать, ну, давайте я прямо сейчас ее загружу и вам дам ссылку. Сейчас, я не видел, Андрей, ваш вопрос, Atlas.bgn. Где был вопрос, 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 вопрос от Atlas.bgn. Я что не могу найти? А вот, закупки ГАВ или что? Вопрос в какой? Нет, эти данные нельзя считаться открытыми. Еще раз, открытыми данными считаются только те данные, которые представляют собой выложенные файлы, наборы данных. То, что вы называете открытые данные выложенные, это просто информация, которая есть, да, и чтобы их собрать, надо пользоваться скрэпингом, да, но это не совсем правомерно. Как вы говорили уже, не всегда правильно использовать эти данные, потому что они могут быть частично авторскими. Я не понял, что за Atlas.bgn, Андрей, если можете, еще раз напишите вопрос. Так, у журнала есть Atlas. Вы можете бы сказать, можно ли такое сделать с помощью бесплатных картографических сервисов? Сейчас, секунду. Ну, по сути, все делается очень просто, да. Что такое новый сервис? Это сайт, на котором вы, как, с помощью кода вставляете карту. Вот и все. То есть, ваш сайт, это любая размещенная информация, которая только может быть, а карта, это, собственно, карта, которую вы вставляете. Ну, мне кажется, это самое простое объяснение. То есть, сама по себе карта или ссылка на карту, конечно, это не сервис, это, и никто не спорит с этим, просто вы можете использовать эту интерактивную карту как часть вашего ресурса, и это достаточно просто и бесплатно будет. То есть, вы создаете простенький сайт, добавляете сюда всю информацию, которая нужна, и используете карту. Мне кажется, я ответил на этот вопрос. Опять же, так, как вы понимаете, не следующее, что, вот, если у вас появилась какая-то идея, безусловно, сначала нужно ее проверить на бесплатных сервисах, да, и посмотреть, тянут ли они или нет. Конечно, это не, как бы, не потолок. Вот, то есть, если вы функционал получили, у вас получился какой-то минимальный жизненный продукт, да, который функционирует, как вы хотите. Вы все посмотрели, если есть какой-то предел в ресурсе, вы просто берете потом и меняете на платный при необходимости, но, тем не менее, бесплатные сервисы позволяют вам, как бы, обкатать вашу идею и понять, вообще она, как бы, хорошо работает или нет, все ли понятно или нет. То есть, вот таким образом. Если есть вопросы, то задавайте, с радостью отвечу. Если нет вопросов, то сейчас я дам вам презентацию. Так, интересно, тут можно как-то презентацию выложить? Сейчас я посмотрю. Просто второй раз провожу вебинар на этой платформе, я не очень еще понимаю. Вот материалы встречи. Нет, это не то. Заметки, обмен файлами, обмен файлами. Ты с кем обмен? Да, вы можете мне написать еще раз моя почта, простая. Давайте, вот, подождите буквально секунду, я прямо выложу, как бы, хоть я и выложу сюда, но это просто сам, быстрый способ выложить файл. В нем ничего секретного нет, я имею в файле презентации, поэтому я сделаю это именно так. А я потом просто переложу куда-то еще. Буквально секунду я вам дам ссылку, вы скачаете презентацию, а там уже как бы все ссылки есть, и я думаю, что они полноценны, и все нормально будет. Ну, а где-то, наверное, послезавтра, хотя сегодня четверг, завтра, скорее всего, второй половины дня уже будет острый лиз на сайте записям. Так, вот ссылка. Так, сейчас я посмотрю, это то, не то. Вроде то. Так, ссылка вот. Ну, я не знаю, мне кажется, можно просто погуглить этот как бы всем известный обзор Бектина, поэтому, я не знаю, может не стоит мучить. Так, 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 вам спасибо за участие, в общем, читайте наш сайт, действительно много чего интересного делаем, и делаем мы это для вас, для того, чтобы вы делали свою работу эффективнее, поэтому, если есть какие-то вопросы или замечания, или критика, конечно же, пишите, я постараюсь как бы, ну, как бы сделаю так, чтобы было все удобно. Ну, я надеюсь, что, так, Елизавета, Алексей, посадите, хорошо, я так говорил, говорил так, хорошо, меня Елизавета перебила, так, Алексей, посадите, какие курсы базы пройти, где можно понять, в принципе, как парсить, или освоить самостоятельное реальное в каждой из программ? Елизавета, значит, как парсить, это незаконно. Нет, шучу, конечно, но, вы можете посмотреть, вот, по-моему, я что-то делал, какой-то видеоурок, в общем, я вам могу следующим, а, да, да, я вам сейчас, наверное, скажу, как, скажу, скажу, скажу. Есть такой сервис, импорт.io, и вот, это видеоурок, такой, самая легкая версия, но, когда вы ее посмотрите, вы поймете, что есть более, что-то серьезное. так, Андрей, чего пишет, может быть, можно будет запланировать разбор конкретных кейсов? кейсов каких? Ну, конкретно кейсов чего? То есть, давайте мы это, как бы, обсудим сейчас, и я с радостью, конечно, сделаю, как бы, какой-то разбор, или почему нет? Андрей, а вы можете написать более подробно кейсы из СМИ, кейсы чего? . . . . . . . Продолжение следует...